Привет всем любителям красивых и необычных ножей. Я хочу поговорить о модели Феникс от фирмы Спайдерка. Это модель, которая выпускалась два года подряд в 2009-2010 году. И была разработана фирмой Спайдерка в сотрудничестве с дизайнером Говардом Виелем. Говарда Виеля, конечно, очень необычный дизайн. Это не первый раз, что он работал с фирмой Спайдеркой. Каждый раз ножи были очень неординарные. Но и на этот раз это тоже не исключение. Очень необычный нож, очень красивый, на мой взгляд. Конечно, я лично считаю, что это сугубо какая-то коллекционная вещь. Но, если кому-то очень хочется носить с собой такой дорогой EDC-нож, то, в принципе, он справится со всеми задачами. Здесь визуально кажется, что рукоять намного, намного длиннее, чем клинок. На самом деле, это определенный визуальный обман. Я потом вам покажу на примере с Деликой. Но, конечно, что-то есть. Рукоять, конечно, длиннее. Длина рукояти здесь 11,5 см, а клинок 8,5 см. Нож лежит в руке довольно хорошо. Даже не используя вот эту вот подпальцевую выемку, все пальцы у меня ложатся. Конечно, на обухе нет никакой насечки. Но очень часто спайдерка отмечает именно коллекционные свои ножи отсутствием насечки, как бы подчеркивая то, что какого-то практического применения от них искать не стоит. Если хочется подобраться поближе, опять же, хваты очень удобные. Нож весь стальной, хотя весит не очень много. Он весит всего лишь 115 грамм. И для таких размеров это, в принципе, терпимо. Единственная не стальная часть здесь, это вот накладки из белой микарты по бокам. Микарта отлично обработана, гладенькая. Очень приятная на ощупь. Покажу немножко сблизи. Можно посмотреть, насколько все подогнано здесь на рукояти. Карта, клипса. Все сделано очень хорошо. Нож делается в Японии. Изнутри видны кое-какие дефекты. Там остатки обработки металла. Но, опять же, этот нож не выпускался лимитированным изданием. Он выпускался на полную катушку. Поэтому, такие мелочи здесь, в принципе, меня особо не тревожат. Замок здесь, Ball Bearing Lock. Такой же, в принципе, как и на Manix. Только здесь он полностью оголен. Видно абсолютно весь механизм запирания. Закрывается нож очень плотно. Ни намека на люфты вверх-вниз, справа-влево совершенно. Рукоять такая очень, в принципе, сбитая. Потому что, в принципе, стальная, понятное дело. В руке чувствуется очень уверенно. Осевой винт, кстати, регулируемый. Это очень радует. Отличительный знак Коварда Виэля. Это вот три маленьких точечки. Три маленькие дырочки на клинке, которые он просверливает во всех своих моделях. Кстати, вот на клипсе тоже присутствуют эти три дырочки. И, естественно, вот такой вот знак самого дизайнера. Его лого, его герб, возможно, с надписью Виэль. Нож делается в Японии. Из стали ВиДжи-10. Клинок обработан шикарно. Конечно, просто тут не к чему придраться. Толщина по обуху здесь 3 мм. И толщина эта сохраняется, обратите внимание, практически, то есть здесь еще 3 мм. Поэтому к кончику резкое такое схождение. Клинок на самом деле очень мощный. Вот такой вот необычный нож. И теперь я хочу просто его на секундочку сравнить с Деликой. Всем, кому показалось, что режущая кромка жутко короткая, теперь посмотрите сюда. У них с Деликой длина одинаковая, можно сказать. И длина режущей кромки различается всего лишь на 3 мм. Вот и вся разница. Вот так вот, в принципе, талантливые дизайнеры могут сделать нож, который выглядит совершенно не так, как есть на самом деле. Это вот тоже один из плюсов такого вот оригинального дизайна. В закрытом положении нож немножко широковат. Идет таким треугольником. В кармане тоже сидеть будет не очень глубоко. Ну, это такая игрушка. В принципе, даже любой мент увидит этот нож. Он даже и не подумает, что это какое-то холодное оружие. Так оно на самом деле и этим и не является. Это очень безобидно выглядящий нож. Но в то же время он очень красивый. Это просто ничего не скажешь. Вот такой вот отличный нож от Говарда Виэлеса Спайдерка. Если у вас есть вопросы, можете спрашивать. Если я что-то упустил. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.